Лопатки, коврики, профессиональные кисти, скребки, валики, пищевые трафареты. И это не полный список кондитерских принадлежностей, которых всегда по другой Татьяны Стасюк, когда она берется за дело – создание кулинарного шедевра. Хотя основной род деятельности женщина несколько иной. Хобби занимает много времени, требует терпения, сил и, конечно, позитивного настроения. Овладеть разными техниками кондитерского дела Татьяну заставило простое любопытство. Любительница сдобной выпечки захотела научиться чему-то новому, чтобы порадовать семью. Первое – мы с мамой учились, она меня учила делать розы. Вот примерно так, как мы сегодня делали, только не вот такой вот штучкой, не плунжером, а обычным ножиком. Мы вырезали лепесточки, из них складывали розочки, мы их засушивали, ставили в сахар и потом ими оформляли уже торт. Она мне показала, как делать глазурь шоколадную, потом мы на торт ставили шоколадную глазурь эти цветочки, потом я прочитала, что есть мастика. Попробовала мастику, покрытие мастикой, и уже немножко с другой стороны получились торты. Татьяна любит баловать домашних сладкими сюрпризами. Среди необычных угощений торт в виде аккордеона, пчелиный улей, фигурные печенья, капкейки с бабочками и многое другое. Фантазия плюс душа – такой рецепт кулинарных шедевров от Татьяны Стасюк. Сложные задумки тоже оказались по силам женщины. Многие из идей она сначала рисует на бумаге и только потом воплощает в жизнь. Именно так появился двухъярусный торт, который нам показала Татьяна. По такому же принципу создавала сладкое угощение, которое кондитер-любитель презентовала работникам телекомпании «Бук ТВ». Мы делаем торты. Дети мои уже влеклись украшением пряников. Просили меня, мама, сделай нам щенячий патруль. Я им показала, как щенячий патруль на торте делается. Это мультик, который очень любят дети. Там главные герои – щенки. Разноцветные, у каждого своя одежка, у каждого свои глазки, носики. Вот мы сделали щенячий патруль. Витенька, младшая, любит машинки. Я ему делала торт с четырьмя машинками сверху. Кулинарное мастерство Татьяна постоянно совершенствует. Внимательно следит за новинками в области кондитерского искусства. Постоянно экспериментирует с техниками, пробует создавать самые разные конструкции. Сегодня наставники по кондитерскому мастерству, мама и свекровь, восхищаются кулинарными успехами своей ученицы. Когда у меня был день рождения, когда она принесла мне торт с сотами и с пчелами на этом торте, они меня постоянно называют пчелка домашняя. Но для меня это было очень интересно и неожиданно. Мы будем ее поддерживать, как сможем. Я желаю ей, чтобы она приняла участие в конкурсе. В кондитерском конкурсе, да. Я думаю, что она может добиться успехов, потому что она целеустремленно идет к этому. И действительно, таланта и стремление идти к заветной цели Татьяне не занимать. Ее кулинарные шедевры говорят сами за себя. Пообщавшись с нашей героиней, мы вдохновились на личные начинания, а Татьяна поделилась своими творческими задумками. Женщина хочет овладеть навыками витражной росписи, чтобы оформлять торты и пирожные. Что ж, судя по всему, план будет осуществлен в самое ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok